У России минус еще один союзник. Возможно это так. В Министерстве иностранных дел Ирана заявили, что не признают аннексию России и оккупированных территорий Украины. Речь идет о Крыме, Донецкой и Луганской областях. Да, ссылаемся мы в этом случае на главу МИД Ирана. Он заявил, что несмотря на хорошее отношение между Тегераном и Москвой, Тегеран все же не признает аннексию украинских территорий. Мы не признаем, это сейчас идет цитата, суверенитет и территориальную целостность. Точнее, мы признаем суверенитет и территориальную целостность стран в рамках международных законов. Поэтому, несмотря на прекрасное отношение Тегерана и Москвы, мы не признали отделение Крыма, Луганской и Донецкой областей в Украине, сказал министр. Иран, якобы по его мнению, не поддерживает войну в Украине, надеется на мир. Ну, вот что это за маневры Ирана? Неужели действительно они как-то пытаются стать на сторону мировой антироссийской коалиции? Или это просто заигрывание для, не знаю, пиара, возможно? Обсудим с Игорем Семиволосом. Это директор Центра ближневосточных исследований и вам хорошо известный эксперт по Востоку. Игорь Николаевич, приветствуем. Рад вас видеть. Да, здравствуйте. Игорь Николаевич, смотрите, речь идет об официальных представителях Исламской Республики Иран. Это те самые официальные представители, которые в 2020 году сначала утверждали, что не сбивали украинский Боинг, а после признали, да, ой, случайно ПВО наше сработало и убило людей. После этого они утверждали, что не предоставляют дроны Российской Федерации, но как только на них надавили, тут же признались, ну да, были поставки, но вы знаете, эти поставки еще до полномасштабного вторжения, а потом признали, что и во время полномасштабного вторжения это происходило. Сейчас подобное заявление. К чему бы это? Что это может означать? Насколько стоит верить словам официальных представителей Тегерана? Ну, давайте, наверное, отталкиваться от того простого факта, что, по сути, практически ни одна маломальски уважающая себя страна не признала аннексию украинских территорий. То есть даже известная Белоруссия, которая оккупирована Россией и, по сути, является марионеткой в руках Путина, официально не признала аннексию украинских территорий. То есть Иран в этом плане, ну, не сказал ничего нового, он не сказал ничего такого, вокруг чего можно выстраивать целую теорию. То есть они просто подтвердили то, что они заявляли Иране о том, что, вот, собственно, Иран придерживается принципа международного права. Ну, и по-другому, наверное, сказать они не могли, даже исходя и просто из той ситуации, которая существует в Иране, в которой точно так же теоретически и, может быть, даже практически имеет проблемы с частью регионов, которые хотели бы получить больше автономии или же вообще создать свои государства. Те же самые курды, те же самые азербайджанцы, те же самые арабы. И все это, конечно же, не дает им каких-то там оснований ставить под сомнение границ. И вот, и они придерживаются, собственно, ради того, вот этого принципа, чтобы не открывать свой ящик Пандоры. Да, вот я просто сейчас открыл список стран, которые по факту признали или в том числе каких-то придержались таких нейтральных позиций на момент аннексии Крыма еще в 2014 году, например, ну вот Зимбабве, Судан, Куба, Венесуэла. И то, честно говоря, надо проверять по состоянию на сегодня статус этих официальных позиций. Практически ни одно государство, ну да, у Ирана действительно, наверное, дипломатического варианта не было. Но, а все-таки, скажите, а для России это важно было бы, чтобы Иран сказал иначе или поступил по-другому? Или в Кремле уже к этой политике привыкли, и это не повлияет на реальные, допустим, поставки вооружения со стороны Ирана, на взаиморасчет, взаимовыгоду? Вы знаете, мне в этом связи интереснее другое. Вот как бы понятно, что, скорее всего, Иран бы всегда, так бы, по крайней мере, министр иностранных дел, этот Хусейн Амир Абдул-Хиян, он бы так и, наверное, ответил и, в общем, прокомментировал. Но сам факт того, что он вынужден в очередной раз комментировать, значит, возникает некое обстоятельство, которое вынуждают Иран это делать. Вполне возможно, что со стороны России осуществляется действительно давление на Тегеран. И вполне возможно, что там президент России Путин, вот мы знаем у него постоянные звонки, постоянная коммуникация с Ибрагимом Раиси, с президентом Ирана. И вполне возможно, что во время такой коммуникации подобные вопросы возникали, или, по крайней мере, обсуждались с российской стороной. И вот для того, чтобы снять эти моменты, то есть, вот как бы иранцы об этом заявляют. Но, да, действительно, сам факт того, что иранцы вынуждены, я тут подчеркиваю, что, скорее всего, они вынуждены были подтвердить свою приверженность нерушимости границ, это, в общем, конечно, сигнал о том, что на Тегеран осуществляется давление. Я единственное, что добавлю, конечно же, в списке есть и Пхеньян. МИД КНДР в свое время, я о нем забыл, конечно же, цитируя, одобряет присоединение Крыма к России, считает этот шаг полностью оправданным. Ну, куда же без Северной Кореи? Ну, чтобы зрители этот момент для себя. Да, 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 чтобы было понятно весь набор стран. Игорь Николаевич, как вы считаете, а кто на данном этапе произвел то самое давление на официальных представителей Ирана для того, чтобы заявление о непризнании аннексированных территорий прозвучало? Это может быть, тут может быть несколько факторов или несколько акторов. Я думаю, что в какой-то степени мы продолжаем говорить о существенных разногласиях внутри правящей группы. И эти разногласия во многом связаны с сотрудничеством с Россией. Ну, скажем, в Иране продолжает оставаться такое достаточно серьезное недоверие к России в связи с предыдущей политикой, колониальной политикой России во отношении Ирана. Достаточно такой большой послужной список. Часть политиков симпатизируют Украине. Тот же самый достаточно такой неоднозначный бывший президент Иран Ахмадинеджад. Ну, вот он как бы пытается войти, опять вернуться в политику. И вот у него там появляются в времени твиты, которые поддерживают, условно говоря, Украину. Ну, и естественно, что, собственно, сама политическая система иранская еще окончательно не обрушилась и окончательно не потеряла надежду на какое-то продолжение диалога с Соединенных Штатами Америки и с Европой. И если понятно, что, скорее всего, ядерной сделки уже не будет, с этим смеялись, то сейчас вопрос заключается в том, пойдет ли Европа на секторальные санкции, о которых мы вот часто говорили. Класс, Игорь Николаевич, именно в контексте вышесказанного вами. Можно ли утверждать или насколько правильным будет утверждение, согласно которому подобными заявлениями представители иранского МИДа, среди прочего, хотят намекнуть или напрямую заявляют Западу, мол, сотрудничайте с нами, а мы всячески пытаемся уйти от сотрудничества с Российской Федерацией? Ну, как они уходят от сотрудничества, мы видим. То есть это все, конечно, тоже, скажем, и, скажем, такая восточная хитрость. То есть это тоже мы должны понимать, им верить нельзя от слова вообще. Но действительно, действительно, ключевой вопрос сейчас это объявит Россия корпус стражи исламской революции, террористической организации, соответственно, несет все списки или нет. Почему это важно для этого части политического истеблишмента? Потому что они все, начиная от главного верховного лидера и заканчивая всем истеблишментом, в том числе и министром иностранных дел, они все связаны, абсолютно связаны с корпусом стражи исламской революции. Санкции против корпуса однозначно приведут к санкциям против этих людей, к бизнесам, естественно, ну и как дальше? Вот, знаете, хочется в этом контексте вспомнить информацию о том, как экспорт иранской нефти достиг новых максимумов в последние два месяца 2022 года уходящего и, по сути, делает сильный старт уже в нынешнем году, даже несмотря на санкции США. Это рекорд, фактически, с 2019 года, еще до сбития самолета, еще до полномасштабной войны России против Украину и до новых санкций против Ирана. Скажите, а Ирану вот кажется или действительно выгодно, чтобы Россия ослабевала, Россия не продает нефть, вот в этот момент Иран выходит в лидеры по поставкам? А, да, есть еще интересная история вокруг конкуренции между Ираном и Россией по поводу нефти. Мы знаем, что Иран активно конкурирует с той же самой Россией на рынке Ирана, то есть это как минимум тоже существует. Это очень интересные вообще какие-то моменты, но, естественно, сейчас все пытаются максимально набрать нефти, да, то есть в преддверии новых санкций, когда там уже не идут под санкциями и прочие вещи. То есть, конечно же, Европа вполне продолжает работать с самым Ираном без проблем. То есть, вот мы о секторальных санкциях говорили и много раз уже упоминали о том, что Европа отказывается применять секторальные санкции, ну, по причине того, что они якобы считают, что те же Штаты неправильно сделали, когда в 2018 году отказались от соглашения. Ну вот, то есть, конечно же, берут иранскую нефть, конечно же, Иран получает хорошие деньги, но этих даже денег не хватает для того, чтобы поддерживать режим на плаву. Да, пытаются выкручиваться как могут. Спасибо большое, Игорь Николаевич Семиволос, директор Центра ближневосточных исследований, был с нами на прямой связи и объяснил, что происходит сейчас в Исламской Республике Тегеран. Продолжение следует...